Получены соответствующие документы с Центра гидрометеостанции, филиалов АГБУ, Центрального ГМС. На территории Владимирской области ожидается комплекс неподоприятных погодных явлений, которые будут прогнозироваться 12-го числа. Это дождь, местами сильный в большинстве районов угрозы, ветер ночью южный с перехода на север на 5-10 метров в секунду, порывистый до 12-17 метров в секунду, температура воздуха ночью 11-16, днем 17-22, на востоке планируется до 27 градусов. Но, соответственно, по этим данным необходимо провести комплекс приятных мероприятий. На территории Владимирской области прошло неплавное заседание КЧС области, сейчас документы готовятся, ваш адрес будут направлены. С 12 часов главного управления структурные подразделения переведены в режим повышенной готовности. Будет рекомендовано органам местного управления провести заседание КЧС и принять комплекс приятных мероприятий. Там будет прописано, что необходимо будет сделать. Будет организована работа оперативного штаба, она уже организована на базе штаба по лесопожарной обстановке, который будет отслеживать при выполнении комплекса приятных мероприятий по неполгоприятным погодным явлениям. Сейчас прогноз будет направлен вам на территорию. Необходимо срочно довести до всех органов управления, руководителей предприятий, социально значимых объектов, органов управления функциональных и территориальных подсистем, о комплексе неполгоприятных явлений, которые прогнозируются на территории Владимирской области на 12 число. Проверить резервные источники питания, увеличить количество аварийных бригад, особенно в части касающихся по работе по электроснабжению населенных пунктов. Значит, всем органам местного управления взять оперативную обстановку под контроль через оперативный дежурн службы и ДТС муниципальных образований с целью уточнения обстановки после прохождения грозового фронта, прохождения ливня синего, где, когда, в какое время были сорваны крыши и сразу принятие экстренные меры, как они принимались в Юрьевпольском районе, незамедлительно с проведением заседания КЧС, оценки обстановки и принятия соответствующих мер и с докладом суда в оперативную дежурную службу. С использованием СМС-сообщения мы, в принципе, оповестим личный состав. Дальше, оповещение населения по оборотам обхода, износ в процентном состоянии электрокоммуникации. По-моему, в районе автоприбора. В районе автоприбора, технику в этих участках, весь пакет документов, а это решение КЧС, и справка о выполненных мероприятиях на территории. Какой комплекс у вас пройдет? Это начинает оповещение населения.